Девушки отдыхают Мальчишек и девчонок Чувашской республики Но благодаря спутнику Триколор Нас сейчас смотрят во всей России В студии Никиты и Данилы Васильевы Сегодня мы и наши помощники Юные журналисты будем вспоминать военные годы Познакомимся с солнечной Софией Повторим правила безопасности И выясним, можно ли уговорить учителя Не задавать домашние задания Приближается великий праздник День Победы Для нас Великая Отечественная война Далекое время Но каждый человек просто обязан Знать, какими горькими были эти годы Помнить героев, которыми становились Обычные люди Иногда даже дети Их никто не учил защищать Родину Они сами взяли на себя ответственность за будущее И били врага ради нашего счастья Для того, чтобы мы сейчас ходили в школу И смотрели телевизор Многих героев войны уже нет на земле Но благодаря нам Они смогут поучаствовать в Параде Победы Ребята, приходите с портретами своих родных фронтовиков К 12 часам в Национальной библиотеке Все вместе торжественной колонной мы отправимся на Красную площадь И весь город увидит лица победителей От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей и травой Только грозная доблесть их Вселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Что мы знаем О войне О людях Переживших муки Скомандовала тонко Бадарея Какая мамочка Боиродная Огонь А ты, ба, ты, сли, солдаты Сощищай твою страну Воробьиные ребрышки Бледные губки Старичок семилетний В потрепанной шубке Мы давно не слышим стонов, криков Отгрымела страшная война Ведь это маленькое сердце Пробито пулею твоей Будь проклята Это война Погляди на моих бойцов Целый свет Помнит их в лицо Вот за спину Подойдем строю Снова старых друзей узнают О темне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет в России семьи такой Где б не памятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографией увядше глядят Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути свернусь Ребята, помните знаменитый геролаж Где мальчик тренировал силу воли? Ой, нельзя Советуем вам тоже такое упражнение выполнить Потому что в мае, когда солнечно и тепло Хочется все время гулять А нельзя Ведь впереди итоговые контрольные и экзамены Надо еще чуть-чуть потерпеть Хотя можно попробовать уговорить учителей Пожалеть нас И хотя бы один денек Не нагружать домашним заданием Ребята, как вы думаете, это реально? Я думаю, что сделать так, чтобы Учительница не сдавала домашние задания Это можно Надо просто Всем классам на уроке хорошо работать И учительница не будет ругаться И она вам не задаст домашнего задания Ну, я думаю, попытаться можно сказать Учительнице, что сегодня выходной Я думаю, что можно уговорить учителя Чтобы он не задавал домашнее задание Сказать, что у меня день рождения И я буду занят И я не смогу успеть сделать домашнее задание Но я думаю, что учитель сам должен решать Сколько задавать Учителя уговорить Не задавать домашнее задание Или задавать мало Это нереально Ведь даже если скажут, что ты приходишь домой В 10 или в 9 часов после выступления Она все равно скажет Надо делать У вас вся ночь впереди Если все сделать на уроке То на доме ничего не останется Можно сказать учителю, чтобы он сделал проверочную и контрольную работу И ждать, пока закончится урок И тогда, может быть, нам ничего не зададут Ну, я думаю, можно Вести себя на уроке Очень хорошо А потом в конце урока Сказать учителю Ласковым голосом Можно не делать домашнее задание Чтобы не задавали домашнее задание Надо учиться в первом классе Я считаю, что да Если хорошо себя вести А так у нас учительница очень добрая Задания она очень мало задает А иногда вообще не задает Жалеет нас Совсем недавно в Чувашии завершился международный фестиваль Волжские встречи У нас гостили и учились юные журналисты Из самых разных городов и стран Даже из Америки Мастер-классы для них проводили лучшие специалисты Среди них Эмили Бейтик Профессор, который уже много лет изучает проблему детей-инвалидов Она рассказала юным журналистам Как сделать материалы о людях с ограниченными возможностями Не бояться спрашивать вопросы у людей И с инвалидностью И просто действительно пытаться понять Их взгляды, их отношения на какие-то вопросы Потому что если вы чего-то не знаете Не бойтесь этого от них узнать И еще один важный момент Это самое главное Чтобы не было какого-то вида жалости Или чувства сожаления по отношению к людям с инвалидностью Потому что они такие же люди, как и все мы И им не хочется, чтобы к ним как-то относились То есть с такой стороны, что ой, как мне вас жалко А наоборот, они хотят, чтобы как бы с ними радовались жизни Как и со всеми другими людьми У этой девочки уже есть своя страничка в инстаграме Все, открывай глазки И кисточкой аккуратно-аккуратно раскапывай Как что-то там появится Ты пофантазируй Что ты нашла? Что это, Соня? Что это такое? Это что? Это же алмаз Ура! Давай мне на ладошку складывай Да Что-то там еще у нас прячется Что же это такое, Соня? Ой! Кто это? Он не кусается? Нет Кто это? Это рыбка Рыбка? Она золотая? Нет, она пестила Ребенок с синдромом Дауна Может родиться в любой семье Это генетическая мутация Она приводит к необычной внешности И часто к оставанию развития Малышей с синдромом Дауна называют детьми солнца Потому что они очень добрые, ласковые и терпеливые Мы быстро подружились с этой фантазеркой Она бегала, резвилась, как будто в ней тысячи батареек Соня придумала обматывать вокруг нас канат А потом отправляла нас в тюрьму За что мы так и не поняли Речь о Соне пока не очень четкая А какое твое самое любимое животное? Обезьянка Обезьянка? Да А хотела бы домой к себе обезьянку? Хотела Хотела бы? А как бы ты ее назвала? Ее назвала красотулька Красотулька? Да Для меня она ничем не отличается Такой же нормальный ребенок Все дети особенные Заниматься Соней нужно каждый день Иначе она может все забыть Мама София, Анна, очень терпеливый человек Водит дочку и в театральную студию И в музыкальную школу Вылечить синдром Дауна невозможно Единственное, что можно сделать Принять и полюбить такого ребенка Конечно, пока Соня не понимает, что она особенный человечек И в будущем мечтает стать врачом А вот Анна видит дочку актрисой Очень хотелось бы, чтобы она стала актрисой Потому что я понимаю, что ей это очень нравится Она живет в театре Она любит его посещать Она любит всем рассказывать разные сказки свои любимые Слушать их, рассказывать и показывать Ну, будучи маленькой, она из театра всегда выходила у нас в слезах Все пугались Выяснялось, что ей просто не хватило Насладиться представлением, которое закончилось Ей нужно еще, еще, еще В Европе люди с синдромом Дауна Улучшают профессию и живут самостоятельно В России таких ребят пока единицы Вот Николай, повар А это Лисан, инструктор по танцам Люди с синдромом Дауна могут и журналистами работать Кстати, Соне очень понравился наш микрофон Она тут же рассказала нам сказку А кто слушал, молодец И пусть принцессе из этой сказки встречаются на пути только добрые люди Маша Захарова, Лида Осипова, Даня Сергеев и Олег Якимов Акелбупсер Никита, не крутишь, упадешь Не ворчи, уже сам попробуй, это весело А я тебе говорю, упадешь Вот так-то, старших не слушать Да поэтому надо фильмы снимать и спектакли показывать Говорят нам взрослые потеплее одеваться А мы их не слушаем И в итоге замерзаем Тоже мне взрослый Всего на 10 минут старше, а уже раскомандовался Веселые уроки ОБЖ Так называется спектакль о безопасности театра юного зрителя Посмотреть его, повторить важные правила Собрался целый зал Все зрители, начинающие театралы Ученики детского медиа-центра Куча мала Положи туда килограмм сахарного песка Ага Я люблю, когда супчик наваристый Еще йогурты, еще мороженое и варенье Узнали главных героев спектакля Конечно же, это малыш и Карлсон Кто еще догадается варить суп из гучонки Но зато, в остальном эти двое молодцы Посторонним дверь не открывали Целый день отбивались от навязчивых жуликов И даже поймали их Ой, наконец-то мы в этой квартирке Я даже был думать, что мы сегодня никого не оградим Тихо, теперь надо узнать, где у них лежал день И золото, и серебро Вот так зрители стали привидениями Актеры вообще постоянно вовлекали ребят в представления Но самое интересное Началось после спектакля Артисты вышли к ребятам без грима Мы мигом превратились в журналистов И стали задавать вопросы создателями спектакля Итак, сейчас выясним, легко ли быть актером Если любишь работу, если любишь свои роли Это очень легко Это в удовольствие играть все свои любимые роли А поскольку вы занимались, ну этот спектакль готовили Поскольку времени Этот спектакль мы выпускали три недели Три недели? Всего лишь три недели Всего лишь три недели Я думаю, 22 месяца Наталья Шамбулина – режиссер этой постановки Именно она утверждала актеров на роли Выбирала костюмы и реквизит Каждый раз во время представления Наталья наблюдает за реакцией зала Мне всегда нравится, когда дети вовлечены Когда дети улыбаются, кричат, отвечают Топают ножками, хлопают А когда они просто сидят и не реагируют Мне кажется, им скучно Наталья выбрала себе профессию еще в детстве И многие ребята захотели повторить ее творческий путь Когда я была маленькой, как вы Я всегда играла дома в театр Я брала свои куколки Игрушки Не только на пальцах Строила для них домики, кроватки Делала рестораны И вместе со своими сестренками Играли в такие спектакли Взрослые назвали эту встречу Диалог со зрителем А для нас это был просто праздник Карина Камалюкова, Андрей Шоклип, Акилбупсер Представляете, ребята Мы тут на выходных в деревне Дедушке помогали картошку сажать И кое-что нашли Вот, старинная монета Мы ее из земли выкопали Теперь гадаем, как она там оказалась Может кто-то давным-давно клады копал? Или от старинного костюма отлетело? Наши предки очень любили украшать головные уборы Ракушками, камушками или монетками Чтобы рассмотреть всю эту красоту Мы советуем вам посетить музей чувашской вышивки Что делать современные девчонки в свободное время? Гуляют, играют, сидят в интернете А вот много лет назад все было по-другому С самого детства девочки учились вышивать И к свадьбе у каждой красавицы было много ярких нарядов И для себя, и для будущего мужа Этот платок так и называется Жениховый На свадьбе жених носил его на плече Демонстрируя всем, какая его невеста рукодельница В нашей чувашской вышивке очень много разных звезд Посмотрите И они чередуются по цвету Один лепесток зеленого цвета Другой желтого цвета И такие же звездочки у нас есть На гербе и флаге Чувашской республики Вы видели, да? Вот, молодцы! Наши предки передавали с помощью вышивки Различные послания Существует более 70 швов А еще чувашская вышивка одинаково красива С обеих сторон Эта повязка называется сурбан Все швы на ней двусторонние Я думаю, что вышивать очень сложно Потому что, чтобы узелков не было Надо очень стараться Чувашские женщины в празднике одевали красивый головной уборок Хушпо Вы тоже в головных уборок пришли, ребята Ваш головной уборок как называется? Вы знаете? Тухья Как называется ваше... Тухья Тухья носили у нас девочки молодые А вот у женщины макушка была всегда открытая, посмотрите А вот сзади, посмотрите еще, сзади висит такая вот холщовая полоса Украшенная унизанной монетами Для прикрытия косы А у вас, у ваших шапочек, есть такая хвостовая часть? Нет Нету, да? Потому что девочки у нас могли показывать волосы А вот замужним женщинам даже косу нельзя было показывать Ребятам 65-го детского сада экскурсия очень понравилась Всю неделю в их саду проходил фестиваль народной культуры И один день малыши провели в музее После экскурсии ребята отправились на мастер-класс Сделали куколку и сшили для нее платье Закрепили новые знания Даниил Сергеев, Александр Петров, Акил Бупсер Уверен, про наши национальные костюмы и обычаи Вы не раз слышали на уроках в школе Но ведь в республике живут не только чуваши Вместе с газетой «Тантош» Мы решили отыскать и познакомиться с ребятами разных национальностей Журналисты газеты напишут о них статьи А мы возьмем интервью прямо в студии Приветствуем первого гостя Это ученица 10-й школы Хай-Ен Здравствуй, кто ты по национальности? Здравствуйте, я по национальности ветеринар Я родилась в России Мои родители родились в Вьетнаме Они приехали сюда работать А свои национальные праздники ты отмечаешь? Да, я отмечаю Вьетнамский Новый год День Луны В День Луны мы играем, танцуем, держим звезды в руках И едим вкусные вьетнамские пироги День Луны – это детский праздник Он отмечается по лунному календарю В разное время В начале зимы У тебя очень красивый костюм Расскажи о его особенностях Ну, вы в Вьетнаме раньше хотели тоже создать свой костюм Они решили придумать Девушки носят красный костюм, а мужчины носят синий А детям можно и то и другое Костюм состоит из штанов и платья Ты сказала, что вы едите вьетнамские пироги Какие еще фирменные блюда у вас есть? Например, самый знаменитый на весь мир – это нем и фы Нем – это мясо, специальные вьетнамские грибы, вьетнамские макароны В корочке укутанные, ну как блины, потом их надо пожарить А фы – это похоже на русские макароны, только у них другой рецепт А сама любишь готовить? Чем вообще увлекаешься? Да, я очень люблю помогать маме готовить А я увлекаюсь музыкой Моя специальность – фортепиано Я хожу в детскую музыкальную школу имени Максимова Я еще люблю танцевать, но очень много времени занимает учеба В школе я отличница и учусь на пятерке А на каком языке вы разговариваете дома? Ну, мы дома разговариваем на вьетнамском языке Потому что мои родители не очень хорошо понимают на русском Поэтому я им и объясняю, и перевожу, и разговариваю с ними на вьетнамском А где ты учила русский язык? Когда я была маленькой, моя мама очень волновалась, что я не смогу разговаривать, читать на русском Поэтому, когда мне было уже 4 годика, она приглашала репетитора Я уже 5 лет умела читать А какой тебе больше язык нравится – русский или вьетнамский? Мне оба языка нравятся Можешь нам сказать пару слов на своем родном языке? Я могу рассказать на вьетнамском о себе И что это значит? Меня зовут Хаен, я живу в России, в городе Чебоксары Я учусь в школе номер 10 в третьем классе Давайте я вас научу говорить вьетнамскую фразу Здравствуйте, меня зовут Данил или Никита Давай, конечно Сначала вы говорите Синь цяу той тэн ла Синь цяу той тэн ла А потом говорите свое имя Синь цяу той тэн ла, Данила Синь цяу той тэн ла, Никита Да, у вас очень хорошо получается Ну вот, ребята, у вас появился новый друг Ань-Ень Приезжайте в 10-ю школу и знакомьтесь Ведь это так здорово, когда люди разных националистей живут в мире и согласии Спасибо, что нашло время заглянуть к нам в гости До новых встреч Да, бед Это значит до свидания В Ельниковской роще города Новочебоксарск появились новые жители Пушистые алтайские белочки Их ровно 15 Трех зверьков поселили в зооуголке А остальные нашли себе домики в парке Белочек привезли из Казани Чтобы в Чубашии зверьки чувствовали себя как дома Школьники смастерили для них 25 кормушек Семечки, орешки, яблоки и морковка Все это главное лакомство белочек Этому угощению зверьки будут рады Приносите их в рощу Подарок городу сделали энергетики Они решили сохранить талисман города Новочебоксарск Шустрых веселых белок Которых из-за плохой экологии становится все меньше Так, роботы мы сегодня были Теперь пора побыть клоунами И подарить всем хорошее настроение Ну, давай, скажи какую-нибудь шутку Мой самый любимый предмет в школе Это телефон Тебе надо в цирке работать Или в комедиях сниматься А что, неплохая идея Я с радостью пополню архив Чувашкина Многие знают то, что в Чубаксарах Есть музей трактора Но сегодня для себя я открыла Еще один удивительный музей Это музей истории кино Этот объектив, кстати, один из экспонатов Объективы, пленки, афиши Множество разных киноаппаратов И все можно потрогать Подержать в руках Такие проекты стояли в прошлом веке В школьных классах Этот аппарат объездил все деревни нашей республики А вот немецкое чудо техники В прошлом году этот проектор Подарил музея один Чубаксарец С такого кинопроектора Немые фильмы показывались солдатам В нашей, ну, в Советской Армии В Красной Армии во время войны То есть почему этот проектор у него оказался Его отец служил в Германии во время войны После войны оставался там еще как комендантом На какое-то время И он привез после войны этот проектор сюда Чтобы смотреть фильмы на таких аппаратах Нужно зарядить их пленкой Причем не одной катушкой Полтора часа кино – это 10-12 катушек В музее их очень много И у каждого фильма есть свой номер В архиве прохладно Ведь при низкой температуре пленка хранится лучше Когда мы зашли в архив Я увидела много-много катушек И оказывается, что их целых 10 тысяч И вот я нашла даже маленький кусочек пленки Которая хранится именно там Нам рассказали, что все эти аппараты работают И мне бы очень хотелось бы посмотреть на них Очень какой-нибудь фильм Ну, они могут сломаться И их очень берегут Больше мне всего понравилась здесь лампа Потому что она взрывоопасна Но чтобы ничего не случилось Ее держат в чехле от хулиганов Кусочек истории в музее раздают всем желающим Сувениры, изготовленные на глазах Пользуются большой популярностью А еще в Чувашкино можно посмотреть фильмы Снятые в родной республике Кстати, первому из них Волжские бунтари более 90 лет Софья Родионова, Андрей Шоколев, Акелл Бупсер На сегодня это все Мы по-прежнему ждем от вас новостей И приглашений на праздники или концерты Звоните нам по телефону 64 11 11 Или пишите ВКонтакте Программа Акелл Бупсер будет выходить в эфир и летом Так что до скорых встреч на национальном телевидении Чуваши Хорошего всем настроения И только добрых новостей До свидания Вы едите на праздники лунные пироги Вьетнамские Ой, вьетнамские Голос с бунтами Продолжение следует...